Всем привет, ребята, здравствуйте! Это Варобот с тест-сервер полвторого ночи. Я голый, только что вылез из кровати, чтобы это заснять. Специально для вас. Смерть! 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 Дело в том, ребята, что сейчас час двадцать четыре, тест-сервер загрузил, пятница, седьмое декабря. Дело в том, что лежал я и смотрел фильм Джоан Картер, и ВКонтакте мне отписали, что тест-сервер доступен, и там сделано так, братуха, как там человек написал, в общем, пиксоники послушались твоего видео, где ты сказал, что нифига нигде не видно, и переделали тест-сервер и выпустили его досрочно, в пятницу, где, типа, все видно в ангаре. Я не знаю, как это и что. Голды, короче, тут триста, серебра триста тысяч, мое имя, акции, купить робота. И ссылка на тест-сервер доступна, ребята, в этом, в группе роботстестирования. Так что я туда зашел и там все скачал. Давайте быстренько так возьмем пару роботов и посмотрим, что там за модули. Сейчас, ребятухи. Ну, всяко так его-то возьмем. Ну, еще вот этих трех роботов, да? Давайте. И сейчас быстренько их установим. Ховер. Ого! Обалдеть! Я уже вижу, что... Там выскочило справа оружие. Сейчас посмотрим. О-о-о! Теперь у нас оружие справа. Блин. Классно. А тут показывается, что у меня 75 тысяч голды. Да, теперь 75 тысяч голды. В общем, давайте сейчас поставим роботов и будем рассматривать ангар. Это что-то такое вот интересное. Вы извините, что я с голым торцем просто вылез из кровати. Заполнив форму отзыва. Обязательно. Обязательно, если не уснем. Робот. Что-то я вижу прямо лекари какие-то. Под роботом, смотрите. Под роботом докторские знаки. Кресты. Сейчас я могу маленько подтупливать, ибо спать хочу. Как бешеный. Ну, давайте возьмем нашего спектра и снарядить. О-о-о! Обалдеть! У меня, короче, бросилось в глаза Тулумбаса. Они находятся с правой стороны. Все четыре Тулумбаса с правой стороны. И хрен пойми, какой Тулумбас вообще за что отвечает. То есть, если взять вот этот Тулумбас и поменять его на вот этот Пунишер, то вот этот Тулумбас отвечает почему-то за правую. А вот этот Тулумбас отвечает, наверное, за левую верхнюю. Да. В общем, как-то странно перевернуто в зеркального. Если вот так взять, вот так взять и вот так перевернуть, то Пунишер должен быть вот внизу, а молот вверху. Ну да ладно, ребят, это пиксоники. Дальше мне бросилось в глаза что-то еще. Две вещи. Первая это наконец-то блин модули. И вот 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 тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Краска. Внизу краска выпала. Краска. Баночка с краской. Обратите внимание. Внизу ненавязчиво. Баночка с краской. Рядом с кнопкой улучшить. Модуль. Модуль слева, ребята. Слева модуль. Где страйдер? Модуль. И описание на самом страйдере с 86 тысяч хп, 48 км в час. Ну, вот это, конечно, описание. Можно было и внизу оставить. В принципе, нафига туда влево кидать слишком уж. Но это тест, это понятно. И вот он. Ох, ё-моё. Блядь, грёбаные модули. Как они игру перевернут и запутают, чувствую я. В общем, нажимаем на модуль. И спектр активные модули. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. А где пассивные модули? Три модуля. Repair Unit. Подробно. 5 секунд перезарядка. А, нет. 5 секунд действия. 30 секунд перезарядка. 25 процентов. Ага. Активация энергоблоками. Энергоблок теперь у нас 1. Или активировать золотом 10. То есть 1 к 10. Энергоблок у нас купить стоит 20 энергоблоков. Активация энергоблоками почему-то 1, а тут 10. Ну, в общем, 10 энергоблоков надо будет. Ну, давайте возьмем ну, 20 энергоблоков купим. Да, что там мелочится. Давайте 100. Да ладно, 200 купим, короче. Вот. И у нас 1, смотрите, 320 энергоблоков. И здесь активация энергоблоками 1. Активация золотом 10. Странно как-то. Активируешь десяткой, а тут однеркой. А покупка идет 1 к 1. Странная арифметика у разрабов. Но они все поменяют. И вот нажимаем кнопку Мне кажется Repair Unit это лекарь, короче. Он будет лечить 25%. Блин, нажимаем подробно. Время ремонта 5 ремонт. Да, это робот ремонт. Время ремонта 5 секунд. Перезарядка 30 секунд. Восстанавливаемая прочность 25% от всего робота или от всего количества хп, которое есть у робота. Нет. Если у тебя 10 тысяч хп осталось, что он там 25 восстановит? Наверное, 25% это, блядь, восстановление от целого количества робота. Если, например, блин, блин, если, например, спектр 100 тысяч хп, то этот модуль, блядь, через 30 секунд восстановит 25 тысяч хп. Если Лео или Бульгасавр или, блядь, еще там, еще что-то, я хрен знает, ну, например, Инквизитор 200 тысяч хп МК-2, МК-12, короче, Инквизитор 24-го левела, блядь, к примеру, 200 тысяч хп, он восстановит 40, 50 тысяч хп, короче. Блядь. 30 секунд 50 тысяч хп, минута 100 тысяч хп, полробота. Пипецно. Представляете, этот модуль на Мендере, или, блядь, кто там лечится, на Докторе, Ёшкин, Матрёшкин, или этот модуль на Пауке Уэйланд. Блядь, и Хеллбурнер, он будет самоуничтожаться, блядь, бегать, самоуничтожаться и лечиться, блядь. Пиздец, блядь. Бесконечно будет трахать мозг. Это, это, это бздец. 30 секунд перезарядка? Ну, это, наверное, на Т-сервере, потому что разработчики поклонили по поводу того, что два-три раза можно будет использовать модуль. Если два-три раза, то как минимум он три минуты должен перезаряжаться, этот модуль. Это активный модуль, он активируется, пассивный, они постоянно действуют. Пассивных я пока сейчас не увидел, ну, короче, чувствую на полчаса сейчас рассуждать я буду. Ручная активация действует на твоего робота, действует на твоего робота, временный работает в течение некоторого времени, перезарядка, эффект саряжается некоторое время. Так это что тут они справа написали? И так все нахер понятно, короче. Не, ну, тут понятно, что для новичков расписан. В общем, это, ребята, это бздец. Это, короче, теперь может лечиться благодаря этому модулю, наверное, любой робот. Но разработчики не совсем же дураки, они же, наверное, сделают ограничения. Для каждого робота можно будет свои модули ставить. Например, для робота-лекаря нельзя будет поставить этот модуль. Тогда какой смысл, если робот-лекарь будет бегать без модуля лечения, блядь, Грифон, например, или Спектр будет сам себя лечить, и что получится, блядь, в Медик против Медика. Пиздец. Притом, у Спектра будет четыре Аркана, а у Медика нихуя. Ну, ребята, так как... В общем, я вам говорю, эти модули, они принесут еще хуеву тучу слез для нас с вами. Перейдем, ребята, ко второму модулю, блядь, к активному модулю на Спектр. Lockdown Ammo. Это, походу, блокировка, блядь, наверное, оружие. Сейчас почитаем точно, блядь. Пять тысяч процентов или пять тысяч шанс. Пять секунд действий, двадцать секунд перезарядка. Нажимаем подробно. Шанс обездвижить. О, извините. Шанс обездвижить пять тысяч процентов. То есть, этот модуль может активироваться, и пушка стан будет работать постоянно. Блядь. Постоянно. То есть, пять тысяч процентов, это говорит о том, что... Да тут достаточно сто процентов. Нахуя пять тысяч процентов писать? Я не знаю. Короче, пять тысяч процентов пушка стан, походу, будет обездвиживать. Или что вообще? Шанс обездвижить. Это значит, возможно, этот модуль будет на все оружие воздействовать. То есть, мои арканы или тараны, они тоже могут обездвиживать, я так понимаю. Ну, давайте почитаем, что тут еще написано. Все оружие... А, вот, написано же. Ну, ты дурак-то. Все оружие на время получает шанс обездвижить противника. Да, таран, таран, аркан, требучет, блядь, пять тысяч процентов. Один требучет попал, ну, ты стоишь, блядь, пять секунд, как вкопанный имбецил, блядь. Действует на противников, действует на роботов противников, действует на роботов противников, ручная активация, работает в течение некоторого времени, шанс эффекта зависит от... Понятно, ребята, все понятно. На все оружие. Это, блядь, бред, это вообще бредно. Это бред, блядь. Теперь станет будет не только, блядь, каждый человек на определенном оружии, а теперь станет будет каждая пушка, блядь. Добро пожаловать стоялого в игре, треш-вороботс. На смерть уже не получится сбегать, уже получится идти, блядь, как черепашка на... Да куда идти? Встал-умер, встал-умер, все, блядь. Пистец, блядь, модераторы, администраторы, блядь, разработчики, вы о чем нахрен думаете? Вы, что превращаете игру вообще нахер? Мобильная игра, вам надо развивать не это, а конкурсы, блядь, там, я не знаю, карты надо развивать, блядь, режимы придумывать, что-то такое нам влезет, вот эту хрень, блядь, делать. Ну, я не понимаю, люди добрые. Уберите нахрен эти модули вообще в жопу куда-нибудь, засуньте их кому-нибудь, блядь, бомжу, пускай он ходит, блядь, их всех станет, нахуй, дай пять рублей, дай пять рублей, ну, что вы в натуре, блядь, нахрен это нам надо, не надо нам это хреноботина, блядь, пистец, просто с жопа, ладно, еще модуль лечения, блядь, ты хрен с ним, больше дамага будет, но, блин, вот это стан на каждое оружие, это пистец, это блеед, квантум радар, блядь, я таки понял, квантум радар, это, ребята, скорее всего, блядь, теперь спектр две секунды не видим, это хуй с ним, но теперь пурсе, который ребята прокачали, и даже мой бедный инквизитор, на которого я таран, блядь, сейчас качаю в МК-2, будет, будет видим, пистец, я надеюсь, сейчас подробно, подробно прочитаю, я надеюсь, это будет действовать только для определенного носителя этого модуля, а не просто для всех, если, например, блядь, черепаха сделает активацию этого модуля, то все будут видеть этого робота, инвизного, то это будет жопа, блядь, если определенная черепаха с этим модулем только этого робота будет видеть, тогда это еще терпимо, блядь, ну давайте почитаем, что написано, 7 секунд будет действовать, пистец, 7 секунд, вы че, блядь, спектру и инквизитору достаточно, пиздеца, 5 секунд достаточно, спектру 2, нет, ну плюс полет, да, согласен, 7 секунд, инквизитор прыгает, блядь, пурсе бегает, блин, да, согласен, хрен с ним, блядь, давайте читать дальше, ну это я вообще против, перезарядка 30 секунд, на время активации позволяет наводиться на противников в состоянии невидимости, а, ну короче, определенному, вот я носитель этого модуля, и он мне позволяет целиться в людей, которые с инквизом, ну это еще куда терпимо, ну это бред вообще, теперь, блядь, от донатеров вообще не спрятаться, кратко, ну все, короче, нормально, давайте нажмем кнопку, блин, поставим модуль лечения, кнопка снарядить, почему-то не работает, блин, так, 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 кнопка, а, вот, у меня уже был этот, та, да, так, 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 вот модуль, ну, ну, короче, вот этот снарядили модуль, а обратно не снаряжается, обалдеть, а, нет, вот этот снаряжается, а, лекарь не снаряжается, ну, хрен с ним, это минус, разработчики, чините, вообще, нахуй ничего не чините, здесь оделся, здесь не одевается опять, сребися, короче, срака у всех, изначально, походу, якобы базовый модуль, это лечение, пистиц, блять, у всех, давайте посмотрим, есть ли робот лекарь, блять, вот они, роботы лекаря, окей, робот лекарь, еная моталая, 70 тысяч, давай, выбрать робота, лекарь, блять, лекарь, пиздакарь, ну, и чё, типа, у тебя есть, бля, он лечит, сам себя, потом ещё лечит, короче, хуё убьёшь, обалдеть, это только 3 активных модуля, наверное, ещё будут тут рядом где-то стоять пассивные модули, ага, наверху, смотрите, у нас написано, о-о-о-о, наверху можно переключаться между роботами, а нахрена это сделано, если справа есть кнопки, блять, справа и слева есть кнопки, зачем наверху эта хрень, чтобы ты не забыл, какой робот у тебя стоит, или быстрым нажатием перешёл с робота на робот, ну, в принципе, удобно, зашибись, я сомневаюсь, что здесь, ребята, мы пойдём в бой, ибо без 20 часов, без 20, бой начинается, да ладно, ещё кто-то находится на тест-сервере, гонка за маяками, не, я сомневаюсь, что бой начнётся, какой дурак, давайте за ночь будет тестить модули, ну, давайте, угу, внизу написано, написано всё-таки, какой модуль одет у этого робота, робот лечения, так, я сам себя лечу, вылечил, один энергощит, мы потратили, а у нас их 320 было, помним, да, пушки у меня, конечно, отстойные, втроём против одного, но это, это говорит о том, кстати, у союзника я вижу, ага, у союзника я вижу, так, давайте спектр возьмём, а на спектре я не вижу, в общем, смотрите, то, что было сейчас, модуль лечения у меня, показывал шкалу, здоровья у союзника, это говорит о том, что у них взято базовое распознание, базовое лечение у Мендера и Уэйланда, то есть у них, именно у них, видно шкала союзника, вот он видит, сейчас походу включил модуль антиинвиз, но я тоже могу активировать модуль антиинвиз, но у меня не, короче, да, ну, сейчас это смысла нет, всё, вот фалькона с, лечением возьмём, видите, шкала видна, ну ладно, это так, мелочи, да, короче, можно лечиться, я так никого и не, не дождался, когда мне кто-то ранит, вот, надо подставиться, давай, жги меня, вот, отлично, отлично, пожги меня, пожги меня, ну и давайте, как говорится, вылечимся, о, них, ни хера себе, он полностью меня вылечил, какие нахуй 25%, я сомневаюсь, что ещё кто-то меня тут лечил, это бред, давай, подрань меня, ну и давайте, так нет, ну, мы вылечим сейчас полностью, я хрен знает, он до хера меня вылечил, просто жесть, сейчас ещё раз в бой, сходим, посмотрим, кин нахуй 25%, обалдеть, бля, блин, народу жалко, мало, вот так, вроде ничего, всё, эти модули хреновые, бля, принесут они нам, ребята, горя, давайте возьмём ревина, так, мы быстрее до противника допрыгнем, если что, так, и, опять нас трое против двоих, 124 тысячи, 124, вроде они к неймпилот, 124 тысячи, нам надо получить пиздюлей, нехило так, запоминаем, 124 тысячи, маловато, и, эээ, шкала сразу попалась, такая, которая, вылечиться якобы не может, 100 тысяч, 68 тысяч, блин, меня успели убить, ха-ха, ладно, у кого ещё есть лекарь, 133 тысячи, просто мне интересно, теши, 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 100, сколько, 120 тысяч было, 69, да, лечим, 30 тысяч, он восстановил, 130, 30, 25 процентов, ну, может быть, я, ну, тут, блин, надо смотреть, считать, ну, может быть, и правда, но это бред вообще, давайте, что там, я его кто-то шкварит, или что там, это в робот-блиц, 40, да, вот такое, смотрите, шкала, которая не позволяет мне вылечиться больше, ну, короче, половина моего хп, вот сейчас мне было 30 тысяч, стало 60 тысяч, еще что-то продолжает меня лечить, в общем, если при правиле, при правильном действии, манипуляции, прокачанным роботом, и пользоваться не в бою 3 на 3, а против всех, или биться 6 на 6, то вы можете вообще с этим модулем быть бессмертным, но опять же, это всего лишь 30 секунд, разработчики обещали 2-3 раза за бой, так что... Меня тут полностью парализовало, и ноги, и пушки, и пора восстанавливать хп, смотрите, бах, и почти полностью восстановил хп, какие нахуй, 25 процентов, он мне прибавил столько же, блять, сколько потратил, вообще жесть, выебались головой, обалдеть, во что превратится игра, я в шоке, этот парень в каком-то странном инвизе находится, или что, я не могу, его не видно никнейма, убили, не успел вылечиться, а это обездвиживание 5 тысяч, да, якобы, обездвиживание 5 тысяч, ну давайте включим, а нет, 5 секунд, давайте включим, включили, и все, обездвижил, абсолютно, 5 тысяч процентов, с любого оружия, обалдеть, это просто моментальный стан, как у Хала был, до ребятухи, это пиздец, в общем, вот такие вот ребята у нас новости, ответить на вопросы, да, как бы нет, спасибо, потом, как-нибудь, ой, ребята, ребята, в общем, оставляйте ваши комментарии, ваше мнение очень важно для нас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, готовьтесь принимать новое вооружение, для своих роботов, модули активные, потом будут пассивные, помимо умений робота, будут уме, помимо умений на робота, умений на пушки, будут еще умения и на модули, вообще, потом придумают еще области карт, где вы можете, например, в одной точке карты засесть, и оттуда живительную ману, для лечения получать, или сесть в какой-нибудь вулканчик, который нарисует на карте, Ямонтау, и с этого вулканчика, благодаря плазменно, которая подогревает вашу сараку робота, наносить, например, на 20 процентов, на 25 процентов больше дамага, такие места на карте разработчики запросто могут сделать, я же им уже подкинул эту идею, а теперь, ребята, всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова